Около 30 глав государств и правительств, собравшиеся во французском Бресте, обязались залечить раны, нанесенные Мировому океану деятельностью человека. «Сегодня мы готовимся взять на себя обязательства, назовем их брестскими обязательствами», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Они позволят нам, я в этом убежден, консолидировать все полезные действия и сформировать важнейшую международную повестку дня на 2022 год». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании коалиции для заключения в следующем месяце в Нью-Йорке амбициозного договора о защите открытого моря от многих угроз. В нее вошли все 27 государств ЕС и еще 13 других стран. «Сегодня наш океан в опасности. Загрязнения, химикаты, пластиковые отходы, чрезмерная эксплуатация», — сказала фон дер Ляйен. Но объявление о заключении договора по защите океана не убеждает НПО и активистов. Они хотят большего, чем просто слова. «Да, действительно, это шаг в правильном направлении. Но мы хотим в первую очередь увидеть, будет ли это работать в реальных условиях через несколько месяцев в Нью-Йорке на переговорах в ООН. Будем надеяться, что это сработает». Открытое море начинается там, где заканчиваются исключительные экономические зоны государств и не находятся под чьей-либо юрисдикцией. Договор об открытом море обсуждался под Эгидеон с 2018 года, но дискуссии были прерваны эпидемией COVID-19.